Приветствую! Сегодня мы поговорим о законопроекте 9566 и остановимся на изучении той его части, которая касается изменений в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, а также в закон о воинской обязанности и воинской службе. Автором этого законопроекта является Георгий Мазурашу. Но стоп, стоп, не спешите выключать видео! В отличие от многих законопроектов, с которыми мы знакомились под авторством этого депутата, данный законопроект в основной части вам, безусловно, понравится. И мы знаем прекрасно, что он умеет подавать законопроекты, которые, как мне кажется, могут не соответствовать Конституции Украине даже. Но вот этот законопроект, на мой взгляд, в целом нужно оценить позитивно. И я уверен, что большая часть этих предложений вам обязательно понравится. Видео мы построим таким образом, что сначала рассмотрим те нормы, которые нам понравятся. Начнем с хороших новостей и закончим на плохом. Да, там есть пару предложений, которые, я уверен, что людям не понравятся. Хотя они, на мой взгляд, и достаточно такие правильные. И государство вообще должно было это давно сделать. Но, перед тем, как мы это начнем, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше и появляется она гораздо оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на комментарии. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну а теперь непосредственно к закону 95.56. Давайте посмотрим его текст и будем разбираться по ходу структуры этого документа. Вот этот законопроект. Ссылочку на него обязательно оставлю в описании к видео, чтобы вы могли в полном объеме с ним ознакомиться. Ну а сейчас перейдем к наиболее интересным моментам. Первое, с чего начинается здесь, поднимается вопрос военно-транспортного обовязку. Как мы с вами знаем, во время военного положения, мобилизации, можно у людей, да, изымать автомобили в пользу государства. И вот что предлагает дополнить Георгий Мазурашу, что ця норма не поширюется на громадян, каким мают у властности лыше один транспортный засип. Вообще, отличная норма, логичная, классная, правильная, да. Как бы у нас сейчас нет такой катастрофической ситуации в стране, да, чтобы у всех забирать автомобили. Да, и можно все-таки учесть интересы людей, да, и забирать только у тех людей, у которых несколько автомобилей в семье, да, чтобы оставить семье возможность передвижения. Правильная норма, на мой взгляд, вообще вопросов нет. Далее, второе его предложение касается того, что можно же забирать еще у людей не только автомобили, да, но это то, что уже в законе есть, а еще и жилые помещения. И вот что предлагает Георгий Мазурашу дополнить вот таким предложением эту норму. Крім примещения, в якому громадяни проживают в межах площи, яка не подлягая оподаткуванню, а також знову транспортного засобу, якщо він единый у властности громадянина. На сегодняшний день оподаткуванню не подлежат те помещения, которые, ну, если это квартира, то 60 метров, если это жилой дом, 120 квадратных метров, а если у вас в собственности есть квартира и жилой дом, то в совокупности 180 квадратных метров. И, соответственно, опять же, логика есть, да, мы оставляем человеку в управлении, в пользовании, да, его недвижимость в тех объемах, которые необходимы для проживания, да. Если больше, если у вас там несколько квартир, да, ну, тогда уже логично, что в целях обороны Украины, да, можно уже использовать государству эти. Если меньше, все, мы не используем. Опять же, позитивная норма, ставим лайки Георгию Мазурашу. Далее идем. Вопрос привлечения людей к оборонным работам. Мы тоже знаем, что во время мобилизации это возможно. И вот что предлагает пан Мазурашу дополнить вот таким предложением, что ця норма не поширюется на грамадян, які официйно працевлаштовані, не менше, ніж на 0,75 ставки, або здійснюють підприємницьку діяльність і вчасно сплачують передбачення законодавством податки та сборы. Хорошая мысль, то есть идея какая? Если человек уже экономически активен, да, то есть он уже приносит пользу государству, то не нужно его привлекать к этим оборонным работам, да, что давайте к оборонным работам привлекать тех людей, которые, по сути, кто? Безработный, да, и не являются экономически активным, соответственно. Ну и привлекать тех, кто частичную занятость имеет, да, когда ты там на 0,25 где-то работаешь у тебя, или на 0,5, да, у тебя половина, либо большая часть дня у тебя свободна, то почему бы тебя не привлечь к полной занятости? Тоже, на мой взгляд, позитивная идея, хорошая. Но вот сейчас будет идея, которая еще лучше, которая вам однозначно понравится, и, ну, она действительно классная, она действительно суперская. Вот. Вопрос призыва. Призыва граждан на военную службу во время мобилизации. И вот что он предлагает, что дополнить, как эту статью. Призыв оставим, но осуществлять призыв, враховывая морально-волевые якости кандидатов на призов, а также письмовое подтверждение готовности выполнять боевые и другие задачи на условиях, запропонованного на час военного стану контракту. В принципе, это то, что должно, ну, частично это уже должно делаться, да, то есть мы призываем с учетом морально-волевых качеств людей, и призыв, порядок призыва включает в том числе психологическое тестирование. Но вот это предлагается возвести в ранг закона, и дальше, вдумайтесь, что он дальше говорит, что если человек, вот здесь, смотрите, військово зобовязанные граждане, которые через религийные и особистые переконания отказываются от призыва на військовую службу для виконания боевых завданий, могут быть мобилизованы, далее таки, бла-бла-бла-бла-бла-бла, на работу на предприятие оборонного и других секторах экономики, або виконание суспільно-карисных работ на договорных условиях с оплатой работы на уровне не меньше размера минимальной заработной платы, затверждено в Украине на день мобилизации гражданина на работу за местом регистрации фактического проживания, або за письмовые сгоды гражданина в других регионах. О чем здесь идет речь, я думаю, вы прекрасно поняли, и идея самая хорошая. То есть, если военно обязанный не может по своим религиозным личным убеждениям идти на воинскую службу, то мы, по сути, таким образом что делаем? Мы вводим альтернативную службу, и мы говорим, окей, не хочешь служить на благо государства непосредственно в военной службе, то все, иди тогда работать на благо государства. И понятно, что на договерных умовах заплатую працы на ривне не меньше минимального. Ну и здесь, наверное, логично, если в итоге государство примет эту норму, да, и, скорее всего, будут всем минималку устанавливать. Ну, мол, если ты не хочешь служить на передке, да, ну работай за минималку тогда в мирной, в какой-то мирной профессии, да, без угрозы для жизни и здоровья. Но работай на благо государства. Хорошая норма, на мой взгляд, вопрос только в том, конечно, для меня, насколько ее реально исполнить, насколько вот у нас, в принципе, есть востребованность и реальная возможность занять этих людей. Да, то есть, когда мы говорим, что ты не идешь в армию, не хочешь идти в армию, но ты готов работать на благо государства, вопрос в том, что государство должно обеспечить ту работу, обеспечить человека той работой, которую он мог бы выполнять вообще. То есть вот тут вопрос для государства, честно говоря, даже не представляю, возможно ли это сделать. Но сама идея мне, безусловно, нравится, она правильная, потому что... И вот мотивация, да, то, о чем писал Георгий Мазурашу в своей пояснительной записке к этому законопроекту, что мы же должны на службу, да, призывать тех людей, которые мотивированы, которые по своим психологическим качествам способны вообще выполнять боевые задания. Ну, если человек не мотивирован, если он не способен, если у него психика не та, она у него не выдержит просто этого. Ну, зачем его туда призвать? Пусть работает на благо государства в другом месте. Идем дальше. Это еще не все. Теперь мы, соответственно, говорим о изменениях в 23-ю часть соответствующего закона. Да, вопрос отсрочки. И вот он говорит, что дополнить 23-ю статью вот такими словами, что отсрочку будут иметь висково зобовязание громадяны, какие из религийных або особистых переконаний письмово отказаются от мобилизации у військовых подразделов для защиты вещества с оружием в руках, но подтверждают готовность быть залученными до выполнения работ. Да, то есть мы вот это все в полной мере легализуем. И пока ты выполняешь работы, да, мы тебя не призываем, у тебя есть отсрочка. Хорошая мысль, хорошая идея. Вообще здесь зауваженный маг, кроме того, что да, вот вопрос экономический, да, возможно ли это в принципе организовать. Тут, не знаю, сложно мне сказать, я не экономист. Теперь изменения в закон про ВО и ВС. Тоже хорошие предложения в части увольнения военнослужащих с воинской службы. Значит, добавляется новое основание для увольнения. Вот оно так выглядит. За власным бажанием у разі подання військовослужбовцем рапорту безпосередньому керівнику щодо порушень його прав як військовослужбовця и невирішення порушенных в рапорті питань, які відповідают повноважениям відповідных командирів протягом семи днів від зафіксованого дня подачі рапорту або відсутности відповіді на рапорт. Ідея в чому? Эта идея, по сути, берется на сегодняшний день из трудового законодательства. Там є такое основання для увольнения, як як якщо работодатель нарушає твої права і ти можеш уволитися в любой момент без той так называемої отработки в 14 днів. Вот здесь та же логика. Якщо командири твої нарушають твої права, ти подаєш рапорт і тебе либо не дають ответа і не решають проблему, либо просто не дають ответа, то, соответственно, ти маєш право уволитися. Понятна логика, откуда йдет, тому що жалоб достатньо от военнослужащих. Более того, ми даже видели же с вами видеозаписи, як командиры, да, вот начальник ТЦК избивает своего подчиненого. І вже ж несколько таких уголовних дел є, де командиры избивают своїх подчиненних. То є на лицо нарушення права на служащих і вот дається їм право на, соответственно, увольнення. Ну і тепер, тепер перейдемо к тому вопросу, к второй части, которая сейчас не понравиться всем. Ну, не то, щоб всем, да, но, наверное, части людей точно не понравиться. Вот такое предложение у него есть в закон про ВОО і ВС добавить такую норму. Під час оголошення загальної мобілізації призовники, військовозобов'язані, резервісти мають протягом 7 діб з'явитись за місцем перебування на військовому обліку до районних, міських, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних. Або повідомити запитані відповідними центрами облікові дані через поширені публічно, розміщені на сайтах, на офіційних сайтах, старінках у соціальних мережах, контактні телефони, адреси, електронної пошти. Ну, оце про повідомлення на офіційних старінках опустимо, да, мысль хорошая, но вот про все-таки сайты, ну, їх там взломали, кто-то разместил, свои почты, да, а вы в итоге уведомляєте. То есть здесь эту часть надо доработать. А вот, конечно, то, що нужно явиться в течії 7 суток с момента объявлення мобілізації, і понятно, що, з одной стороны, многим це не подобається, да, з другой стороны, така норма ведь вже є. Да, така норма вже є, тільки вона касається срочників. Срочники на сьогоднішній день обязані являться в ТЦК і СП, навіть якщо вони не получили повістку. То есть є вже стара норма, де написано, якщо тобі 18 років і був оглашений призыв на срочну службу, але ти не получив повістку, то ти дозволювався, не дожидаєсь повістки. Така норма давно существує. І я, чесно говоря, на самом деле дуже дивлен, що держава до сих пор не приняло соответствуючю норму, которая касалась би мобілізації. Тому що це б могло, ну, обрати многие моменти, конфліктні ситуації, які у нас зараз возникають на улицах с ТЦК і СП. І що ще, безусловно, ну, я вот ощущаю, що людям не подобається, якщо я подобається, якщо я подобається предложення, це вот эта идея дати право вручати повістки жилищно-эксплуатационным організаціям, іным організаціям или предприятиям, які осуществляють експлуатацию домов, а так же собственникам домов. Т.е. якщо ТЦК і СП поручають, допустим, якому-то ОСББ оповестити, роздати повістки жильцам, то вони должны це зробити. Безусловно, с одной стороны, здесь возникають вопросы, да, а почему це частні організації будуть выдавати повістки, але ідея здесь заключається в чому? Ну, як мені кажеться, да, що хоче зробити Георгий Мазурашу? Він хоче, ну, скажімо так, легалізувати, унормувати порядок видачі повісток, так, щоб повістки дошли до всіх, і це було без нарушений закона, да, тому що часто, ми с вами сейчас знаєм, нарушається порядок, і людям повістки можуть вручати не в соответствію з нормами закона, і вот здесь вот він предлагає це як-то вот унормувати. Подводя итог, следует сказати, що данний законопроект Георгий Мазурашу следует оценивати достаточно позитивно, тому що, во-первых, він предлагає, ну, як мені кажеться, в більшінстві своїм, те норми, які реальні, да, то есть, які можуть дійснювати, і, во-вторых, більшінство із них реально направлено на улучшення, на расширення круга прав граждан. А, безусловно, любой законопроект, который касається защити прав человека, да, він, безусловно, є позитивним. На цьому все. Напомню, що з вами був Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачі, благополучня, і, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитрувальниця Оля Шор